Лучшие практики лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности должны взять на вооружение другие регионы. Сегодня стратегию успешного бизнеса обсуждали участники конференции, которую провели в агентстве стратегических инициатив. Об опыте развития предпринимательства Чувашия рассказал глава региона. Подробности у Дмитрия Ковалева. В регионах страны продолжают разрабатывать концепцию по улучшению бизнес-климата. Какие проблемы предпринимателей необходимо решать в первую очередь? Насколько эффективно власти субъектов поддерживают деловые инициативы? Эти и другие вопросы обсуждали на ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». Участники конференции отмечают, что за последние годы отношение к бизнес-сообществу стало меняться. Недавно о поддержке предпринимателей говорили на расширенном заседании Госсовета, которое провел президент страны Владимир Путин. Правительством России разработаны эффективные механизмы по улучшению делового климата в регионах. Сокращено количество проверок на предприятиях, введены в практику налоговые и надзорные каникулы. За улучшение инвест-климата теперь несут персональную ответственность и главы регионов. У руководителей субъектов глобальные планы. И наша задача ежегодно в среднем увеличивать средний уровень зарплаты в республике на 10%. Это ответственная такая амбициозная задача, но когда предприниматели будут открывать новые высокотехнологичные производства с высокой произвольностью труда, уровень зарплаты будет уже достойным. Поэтому у нас примеры есть, лучшие практики есть, есть предприятия-работодатели, которые уже платят и 35 тысяч, и 45 тысяч. От губернатов в значительной степени зависит комфортная среда обитания в регионе. И это не только соответственно, скажем, работа над изменениями деловой среды в части doing business, но это шире. Это просто качество жизни, а также умение таким образом настроить свою команду внутри субъекта, например, в части глав муниципалитетов, чтобы они работали как хороший оркестр, гармонично, улучшая условия жизни в регионе. Ключевая тема конференции – рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Чувашия занимает шестую строчку, и это отмечают эксперты. Свидетельствуют, что власти заинтересованы в развитии предпринимательства. На этот рейтинг сейчас ориентируются и инвесторы из рубежа, отмечают в агентстве стратегических инициатив. В каком-то смысле можно говорить о чувашском экономическом чуде. То есть у вас очень по-доброму все это происходит, по-доброму власть взаимодействует с бизнесом. И я так понимаю, что это прежде всего позиция вашего главы. То есть он задает определенный тон. Главное то, что это бизнес оценил. Вот это, мне кажется, самое важное во всем этом рейтинге. Это оценка бизнеса, это возможность повзаимствовать опыт передовой. В соседней, в каких-то регионах, которые находятся на передовых позициях, применить этот опыт передовой у себя. Вот это самое главное, что в этом рейтинге существует. И я думаю, что в этом плане чувашка как раз успешно сработала. Но когда небольшая республика, не имея во многом нефти, газа, добивается таких результатов, это говорит о том, что регион выстроена хорошей командой губернатором. Он действительно, цели и задачи, которые он ставит, они решаются тем коллективом, который есть. И еще это говорит о том, что диалог между бизнесом и властью в регионе выстроен достаточно конструктивно. В перспективе критерии рейтинга изменятся. Лидирующие места там займут регионы, упростившие процедуры постановки на кадастровый учет, подключение производственных площадок к электросети и регистрации прав. Если излишние барьеры удастся снять, то деловой климат региона улучшится в разы. Новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов будет опубликован очень скоро. Дмитрий Ковалев, Россия Мухаммедов, Республика, из Москвы.